Каждую 23 весну в течение 23 дней он ест. Если увидишь старый ржавый скотовоз, если услышишь, как кто-то неподалеку насвистывает песню Джипперс Крипперс, беги как можно дальше. Возможно, ему нужна твоя голова, чтобы дополнить свою мерзкую сикстинскую капеллу. Хотя, от него все равно не сбежать. Чудовище из серии фильмов Джипперс Крипперс. О нем известно слишком мало, мы даже не знаем его настоящего имени и есть ли у него вообще это имя. Но в народе его зовут лаконично Криппер. Это существо, которое большую часть времени проводит в спячке, но каждые 23 года он просыпается, чтобы заменить свои органы более новыми. Для этого Криппер выбирает себе жертву, у которой есть необходимый ему орган. Но на поиске и добычу всех частей у него есть всего 23 дня. А если он не успеет сожрать все, что в его организме уже устарело, Криппер уснет раз и навсегда. Его организм устроен таким образом, что пожирая какой-то орган жертвы, он приобретает его. Например, заменяет свое старое сердце более новым, работоспособным. Из-за этой особенности он почти бессмертен и способен прожить целые тысячелетия, каждые 23 года обновляя свой организм. В первые дни пробуждения Криппер спокоен и нетороплив, ведь у него есть еще 3 недели на то, чтобы сделать свое дело. Поэтому вначале он избирательно ищет своих жертв, запугивает их и благодаря запаху страха определяет, какой из органов ему подходит. Криппер не охотится на стариков и больных людей, потому что их органы не представляют ценности, они уже не здоровы. А вот дети, подростки и молодые люди – его основная цель. А еще он извращенный ценитель искусства. В его логове под старой церковью Криппер создал мерзкое подобие сикстинской капеллы из тел своих жертв. Это существо, кстати, вполне разумное. Он понимает речь, ему не чужды такие чувства, как боль и сострадание, и у него даже есть определенное чувство юмора. Например, на его скотовозе вместо номера висит надпись «Сожру тебя». Судя по всему, Крипперу очень полюбилась песня 30-х годов под названием «Джипперс Крипперс», ведь он насвистывает ее, выслеживая свою жертву. Этот мотив стал своего рода знаком того, что Криппер выбрал тебя, и он не отступит, пока не получит желаемое. Ну а ты пытайся сбежать и маринуйся в своем собственном страхе. Но не только музыкальные предпочтения подчеркивают любовь Криппера к ретро. Он одевается так, словно остался в конце 19 века. На нем длинный черный плащ и шляпа с широкими полями. Да и грузовик Криппера – это старый ржавый скотовоз, но очевидно приведенный в хорошее состояние, пригодное для того, чтобы перевозить в нем свой скот. Об этом нигде прямо не говорится, но возможно, вместе с органами Криппер получает и какие-то воспоминания, знания и опыт своих жертв. Иначе как объяснить то, что он очевидно разбирается в технике, владеет невероятными навыками токсидермиста, такими, что его скульптуры из людей не гниют десятилетиями. Еще и мастерски обращается с холодным оружием. Он даже способен извлечь органы с тела так, что жертва останется живой так долго, насколько это возможно. Еще существует теория, что сам Криппер – это что-то внеземное, и его главные части – это крылья и капюшон. Ведь даже лишившись головы, он просто заменяет ее новой, а вот вышеупомянутые органы вряд ли можно найти среди существ, живущих на земле. Благодаря его навыкам, силе, скорости, обонянию и другим сверхчеловеческим чувствам, у жертвы почти нет шансов сбежать от Крипера, если он уже выбрал ее. Первый фильм вышел в 2001 году и рассказывал о Дерри и Триш – братье и сестре, возвращающихся в свой родной городок после первого года в колледже. На дороге их нагоняет старый грузовик, у которого вместо номера была надпись «Сожру тебя». Он сигналит и, наконец, обгоняет испуганных брата и сестру. Чуть позже они проезжают в старую заброшенную церковь, но замечают рядом с ней тот самый грузовик и фигуру в черном. Мрачный незнакомец достает из грузовика какой-то белый сверток и бросает его в трубу недалеко от церкви. Незнакомец заметил Дерри и Триша, потому немедленно прыгнул в грузовик и стал преследовать их, но, свернув с дороги в поле, им удалось оторваться. Дерри уговаривает сестру вернуться и выяснить, от чего избавлялся этот мрачный тип. Триш соглашается, но иронично подчеркивает, что они с братом ведут себя как типичные жертвы фильмов ужасов. Заглянув в трубу, Дерри падает внутрь из-за того, что крыса напугала его сестру и она отпустила его. Пока Триш пытается найти способ вытащить брата, Дерри изучает подвал, в котором он оказался и обнаруживает, что в свертке был умирающий парень. Оглядевшись, Дерри увидел, что потолок и стены помещения украшены, если так можно сказать, десятками тел покойников. Они изуродованы, их части тел шиты, но почти все они хорошо сохранились. Среди трупов Дерри узнал своих знакомых, парня и девушку, пропавших незадолго до этих событий. Их части тел были шиты воедино, изображая влюбленную пару, а все это произведение в целом напоминало богомерзкую сикстинскую капеллу. После того, как Дерри выбрался из подвала, они вновь видят ржавый скотовоз и решают укрыться в забегаловке. Они просят телефон, чтобы вызвать полицию, но звонок раздался раньше. По ту сторону линии была незнакомая женщина, которая знала имена брата и сестры. Она предупредила, что им угрожает серьезная опасность и беды стоит ждать тогда, когда они услышат старую песню «Джипперс Крипперс». Позже Дерри и Триш рассказывают полиции о том, что нашли под церковью, но естественно им никто не верит. А спустя мгновение официантка прерывает разговор и сообщает, что какой-то мужчина стоял возле их машины и жадно нюхал вещи. А в частности, его интересовали вещи Дерри. Полиция решает ехать в церковь вместе с перепуганными ребятами, но по рации им сообщают, что церковь охвачена огнем. Очевидно, незнакомец попытался уничтожить свое логово и скрыть все следы. Тем временем, в машине Дерри и Триш по радио заиграла та самая песня 30-х годов «Джипперс Крипперс». По дороге они вновь сталкиваются с незнакомцем. Он убивает полицейских и заставляет Дерри и Триш остановиться. Они наблюдают, как что-то напоминающее человека поднимает голову полицейского и откусывает его язык. С этих пор становится ясно, что их преследует не человек, и пока он не хочет их убивать, он намеренно пугает брата и сестру. В спешке они уезжают с того места и останавливаются у первого попавшегося дома. Там живет старушка, которая недоверительно относится к гостям и пытается прогнать их, с ружьем наперевес. Спустя минуты она замечает, что ее кошки ведут себя странно, а пугало, стоявшее в поле, не такое, как раньше. Старушка стреляет в пугало, и оно отпрыгивает на крышу, пробираясь в дом. Конечно, это был Крипер. Он убивает старуху, а после демонстрирует ребятам свои зубы и безобразную серую кожу. Они пытаются снова скрыться на машине, но Крипер уже на дороге. Пытаясь избавиться от него, Триш сбивает монстра и переезжает его несколько раз, а затем они с братом отправляются в полицейский участок. Там их уже поджидает Джизель, та самая женщина, которая звонила в закусочную. Она представляется ясновидящей и говорит, что ей было видение о том, что кто-то из ребят кричит в темноте. А также она рассказывает о чудовище, которое их преследует, о том, что оно появляется каждые 23 года и в течение 23 дней ему необходимо есть. Спустя немного времени Крипер появляется в полицейском участке. Всем становится очевидно, что он далеко не человек. Его не берет полицейское оружие, он с легкостью расправляется с каждым, кто стоит на пути. Он неестественно сильный, быстрый, у него есть крылья, а голову украшает что-то вроде живого капюшона. Но никому не удается остановить Крипера, и в итоге он забирает то, за чем пришел, того, чей запах страха ему так понравился. Он забирает Дерри. В конце фильма мы понимаем, что конкретно о Дерри ему были нужны глаза, ведь он лишил их парня. Первый Джипперс Крипперс это очень атмосферный, интригующий, а главное интересный фильм. Даже во второй и третий раз, зная, чем все закончится, я, например, также наслаждался атмосферой и показанными сценами, как и в первый раз. Вообще, как многие знают или уже поняли, Джипперс Крипперс это название песни 30-х годов. Эти слова можно перевести, например, как «Черт возьми». Также в песне звучат слова «Откуда у тебя такие глаза?». И очевидно, режиссер и сценарист фильма Виктор Сальва умело обыграл эти слова концовкой первого фильма. Кстати, по поводу концовки и глаз. Во всех фильмах Крипера сыграл актер Джонатан Брэк. Говорят, в образе персонажа он настолько испугал режиссера, что остальных кандидатов развернули прямиком с прослушивания. Но в последней сцене первого фильма под Крипера загримирован актер Джастин Лонг, сыгравший Дерри. Это сделали для того, чтобы максимально подчеркнуть тот факт, что Крипер забрал глаза Дерри. Со времен первого фильма прошло почти 20 лет, но мы до сих пор не знаем точной предыстории Крипера. Наиболее популярна теория о том, что Крипер нечто внеземное. Хотя кроме капюшона и крыльев, ничто не говорит в пользу этой версии. С другой стороны, мы видим, что Крипер иронизирует над религией. Его убежищем был подвал церкви, там есть алтарь с его символикой и то самое подобие библейских сюжетов на стенах и потолке. К тому же, существует удаленная сцена, в которой Крипер разговаривает с южным акцентом. Все это может служить доказательством того, что Крипер в далеком прошлом человек, продавший душу дьяволу, например, за вечную жизнь. Это даже объясняет его одежду, старый грузовик, мелодию, что он насвистывает и, конечно, страсть к холодному оружию. В большинстве случаев я начинаю ролики о маньяках и чудовищах таким образом, чтобы заставить вас задуматься. Люди крайне редко бывают плохими сами по себе. Как правило, они такими становятся под влиянием других людей. Будь то сверстники, что издевались над будущим убийцей, или даже плохие родители, воспитавшие свое гротескное подобие. Но в случае с Крипером нет смысла подбирать подобные слова. Он чудовище на экранах, вымышленное, которое пугает нас в то время, как настоящее чудовище остается за кадром в режиссерском кресле. Виктор Сальва, режиссер и сценарист, подаривший нам культовую франшизу, которая только развивается. Но он снимал не только фильмы для больших экранов. В его личной фильмографии есть и нечто страшное. Исходя из его интервью, мы знаем, что в детстве Сальва жил с младшим братом, матерью и отчимом, который избивал их. И со слов самого режиссера, он был словно мина, которая взрывалась в самый неожиданный момент. Иногда так, что дети буквально летали по комнате от стены к стене. Сальва находил утешение в любимых фильмах ужасов. Он выдумывал своих монстров наподобие мумии и чудовища Франкенштейна, которые должны были защищать его. Но не защищали. В 18 лет Сальва признался родителям в своей нетрадиционной ориентации, на что они предложили ему незатейливый выбор – перестать быть геем или убираться из дома. Позже он признался, что его главными проблемами в жизни всегда были избыточный вес и сексуальная ориентация. Без чьей-либо поддержки Сальва поступил в колледж и на кинематографические курсы, снял признанные короткометражки, и его наконец заметил сам Фрэнсис Форд Коппола. Он помог начинающему режиссеру начать карьеру, но после выхода дебютного фильма в 1988 году Сальву арестовывают по обвинению в совращении несовершеннолетнего. 12-летний Нейтан Уинтерс признался, что Сальва домогался его, а позже в подвале режиссера были найдены видеозаписи, на которых Сальва запечатлел половой акт с Уинтерсом. Сальву осудили на 3 года, но выпустили спустя 15 месяцев. Долгое время он не мог получить работу, писал проходные сценарии для ТВ и рекламы, но «Джипперс Крипперс» стал фильмом, который вновь уступил ему режиссерское кресло. В 90-х этот фильм даже бойкотировался, особенно после того, как в СМИ стали обращаться Нейтан Уинтерс и его семья. Знаете, я вот не считаю, что для взрослого, разумного, состоявшегося человека, совершившего подобное преступление, может послужить оправданием его тяжелое прошлое. Сальва чертов маньяк, и во всей франшизе «Джипперс Крипперс» он главное чудовище. Но даже зная все это, нельзя отрицать, что он снял отличный первый фильм. В 2003 году выходит «Джипперс Крипперс 2», прямое продолжение первого фильма. История не переносит нас в будущее на 23 года. Действия второго фильма происходят в то же время, что и в первой части, а точнее в последний, 23-й день. У фильма есть две сюжетные линии. В одной из них рассказывается о фермере Тагарте, у которого Криппер похитил одного из двух сыновей. А вторая сюжетная линия о баскетбольной команде, возвращающейся после финального матча. Учитывая, что действие происходит в последние дни бодрствования Крипера, само чудовище стало более агрессивным и менее скрытным. Хотя оно и до этого не то чтобы сильно скрывалось. Но в этот раз Крипер буквально средь бела дня похищает младшего сына Тагарта, и ему вместе со своим старшим сыном удается даже преследовать чудовище некоторое время. Убегая от них, Крипер выронил один из своих кинжалов, но это сыграет роль только в будущем. На следующий, 23 день, Крипер нападает на автобус с баскетбольной командой. Он пробивает колеса самодельными сюрикенами. Тренеры обращают внимание на то, что в центре первого сюрикена находился человеческий зуб, а в центре второго, очевидно, пупок с татуировкой в виде цветка, а сами лезвия были сделаны из человеческих костей. В ходе повествования, одна из девушек группы поддержки, Минкси, внезапно обретает дар ясновидения, правда над этим подшучивает сам фильм. В своих видениях девушка встречает Дерри, персонажа из первой части. Он пытается предупредить ее о том, что всем, кто находится в автобусе, угрожает опасность. Призрак показывает свои пустые глазницы, а Минкси замечает под его рваной футболкой татуировку в виде цветка вокруг пупка. В будущем, увидев сюрикен, она понимает, что он сделан из костей и кожи Дерри. Крипер не заставляет долго ждать себя и нападает на автобус. Сначала он похищает тренера группы поддержки, затем водителя, а после и тренера команды. Оставив подростков без взрослых, Крипер начинает запугивать их. Через стекла автобуса он дразнит своих будущих жертв и демонстративно дает понять, кто конкретно привлек его своим запахом. Внутри автобуса начинаются расприи. Скотт, один из лучших игроков команды, предлагает даже отдать чудовищу тех, на кого она указала, но остальные готовы линчевать его за подобные мысли. А сам Крипер продолжает пугать подростков. В один момент он пытается похитить нужного ему парня, но девушка из группы поддержки пробивает его голову. Тогда раненый Крипер действует еще интереснее. Взлетев как можно выше, он обрушивается всем весом на автобус, тем самым ломая механизмы дверей и запирая команду внутри. Он без труда мог и раньше попасть внутрь, но его целью было не это, а именно создание ловушки для своих жертв. Тем временем к автобусу направляется Тагарт со своим старшим сыном. Они создали устройство наподобие гарпуна с кинжалом Крипера, который он выронил, убегая от них, за день до этих событий. Тагарт знает, что происходит с баскетбольной командой, они сообщили ему все по рации, но он не вызывает полицию, потому что хочет лично отомстить твари за своего сына. Ребятам уже нет смысла оставаться в полуразбитом автобусе, поэтому они выходят наружу, где Крипер преследует их. Ему не нужны все, а только те, чьи органы он выбрал по запаху. Часть из них он убил еще в автобусе, поэтому Крипер гонится за последней жертвой. Оказавшись в поле, Крипер почти настиг свою последнюю цель, но вовремя подоспел Тагарт со своим сыном. Он пронзил чудовище самодельным гарпуном, но даже это его не убило. Тагарт продолжал вонзать гарпун в Крипера, он мучился, но все еще не умирал. После одного из ударов, Крипер застонал, с пронзительной злостью глянул на Тагарта, закрыл лицо капюшоном и больше не шевелился. Только Минкси поняла, что Крипер не умер, просто его время вышло. 23 день подошел к концу. Затем нам показывают события спустя 23 года после основного сюжета. Тагарт вместе с сыном поместили тело спящего Крипера у себя в амбаре, устроив такой колхозный аттракцион. Проезжающие подростки решили взглянуть на известное чудовище, когда-то давно убившее много людей. Взглянув на тот самый гарпун, направленный на тело Крипера, они спросили у Тагарта, ждет ли он чего-то. Тот ответил, что через 2-3 дня станет понятно. Второй фильм получился далеко не таким атмосферным, как первый, хотя в нем по-прежнему чувствуется определенный вкус режиссера. Его способность показать сцену так, что она вызывает мурашки, при этом обходится бесстрашных морд и вопящих скримеров. Изначально сюжетная линия с автобусом была второстепенной, а основной сюжет рассказывал про Триш, героиню первой части, которая выслеживала чудовище, чтобы найти своего брата. Но в процессе проработки сценария история с автобусом вышла на первый план. К тому же Джина Филлипс, сыгравшая Трис, отказалась сниматься в продолжение, а вот ее коллега Джастин Лонг с удовольствием вернулся во вторую часть, где сыграл камео Дерри. Стоит отметить, что сцены с призраком Дерри, пожалуй, самые страшные во всем фильме. В детстве меня до мурашек пугала сцена, где Дерри в кукурузном поле указывал автобусу развернуться, при том, что тогда я даже не смотрел первую часть. Критики сказали, что продолжение было не таким страшным, как первая часть, и знаете, тут я с ними согласен. Жуткие и красивые сцены действительно есть, например, та, где Крипер запугивает подростков, ее, кстати, чуть не вырезали из фильма. Но пропала какая-то мрачность и таинственность главного злодея, о нем тут толком ничего и не говорится. Уверен, если бы это был самостоятельный фильм, он бы зашел куда лучше, но на фоне первой части оказался действительно слабее. К тому же Крипера показали более монструозным, от мрачного и загадочного около человека почти ничего не осталось. Но можно немного вкусовщины, допустим, да. Первая часть безумно крутая и интересная, но почему-то мне ближе именно второй фильм, и главным фактором, кажется, послужило то, что именно вторую часть в моем детстве регулярно показывали по СТС. Как я и говорил, франшиза Джипперс Криперс далеко не в прошлом, а только развивается, и впереди у нас еще есть кое-что, о чем поговорить. Джипперс Криперс 3. Фильм, которого фанаты ждали почти 15 лет. Смог ли он ответить на вопросы о том, что произошло с Триж после смерти брата, кто такой на самом деле Крипер, и чем закончилось ожидание Тагарта? Спойлер, нет, черт возьми, нет. Третья часть, это не продолжение второй, но и не приквел к первой, это Интерквелл, то есть события фильма разворачиваются между первой и второй частями. До выхода фильма Виктор Сальва обещал, что третья часть раскроет нам антагониста, и мы наконец узнаем его предысторию. Но в итоге это абсолютно филерный и ненужный проект, лениво заполняющий выдуманную дыру между двумя фильмами. События берут начало в ту ночь, когда Крипер похитил Дерри. Нас знакомят с группой людей, почти каждый из которых либо встречался с Крипером в прошлом, либо так или иначе пострадал от него. Из ключевых персонажей есть сумасшедшая старуха со своей внучкой и пара полицейских. Почти весь фильм усолит именно их взаимоотношения и предыстории. А тем временем Крипер, способный в доли секунды сокращать дистанцию и отрывать головы не напрягаясь, Крипер, довольно смышленый и необделенный вкусом убийца, лениво и крайне банально убивает нескольких подростков, как в типичном слэшере. Причем все действие происходит на улице и в дневное время, таким образом фильм абсолютно лишен саспенса и возможности прикрыть графические недостатки. Я даже не буду углубляться в сюжет, так как он совершенно проходной и неинтересный, не происходит абсолютно ничего, на чем хочется акцентировать внимание. Хотя вру, хочется сказать о том, что Крипер как будто отупел, стал попадаться в свои же ловушки, например, или в одной сцене пытался целиться пустой глазницей, внезапно перестал чуять живых жертв в своем же грузовике. И это даже не похоже на плохую комедию, это похоже на тупость. Когда завершается месиво, абсолютно не имеющее смысла, нам показывают сцену, в которой один из главных героев садится в школьный автобус. Судя по всему, тот самый, в котором происходили события второй части, таким образом связывая первый и второй фильмы. Но в конце нам все-таки показали Триш, изрядно повзрослевшую и уже в наше время, которая видимо ведет подкаст или блог о Крипере, в котором утверждает, что скоро он проснется снова. В общем, третий фильм абсолютно не нужен для ознакомления с франшизой. Как я и говорил, в нем нет ничего, что хоть какой-то имеет смысл и значение. Тем более непонятно, о какой дыре между первыми частями говорят авторы, когда там все вполне взаимосвязано, тем более хронологически. Правда, из третьего фильма можно понять, что люди обретают что-то вроде ясновидения, коснувшись части тела Крипера. Возможно, я даже что-то перепутал и у кого-то сейчас изрядно бомбит, но признаюсь честно, в первый раз я даже не понял, что посмотрел. А только после второго просмотра я страстил хотя бы, в какое время происходят события. Но я не хочу заканчивать видео на негативной ноте. Уже подтверждено, что в 22-м году выйдет четвертая часть. Надеюсь, ее не будут бойкотировать как третью из-за темного прошлого режиссера. И сам по себе фильм окажется действительно стоящим, хотя бы на уровне второй части. К тому же в работе полноценный сериал Джипперс Крипперс. Он должен выйти еще до четвертой части, и как раз из него мы сможем узнать о прошлом Крипера. Поэтому я и говорю, что франшиза жива, и она только развивается. А нам остается надеяться, что будущая серия вернет ее к успеху, а не похоронят в истории. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА